У нас есть две оси. Две оси – это время, это сложность некоторая, субъективная сложность выполнения и ухажнения какого-то. И вот есть мультимедийный журналист, он что-то умеет делать, типа писать тексты или вообще что-то. Вот у него есть следующий какой-то шаг, научиться делать … Тесты. Тесты. И вот у него есть субъективное расприятие, что это дофига сложное. Он никогда такого не делал, он когда первый раз тест сделает, дальше опять будет плата. Но у него такой «Нихрена себе, это же тест!» А потом ты его показываешь, а потом мне нужно что-то только тесты, а там еще видео будет… Играет видео. А там интерактивная стреляция. А потом ему будет еще самое сложное, нужно все это укладывать в единую композицию, чтобы он вместе работала. И он такой «Аааааааа». Я сейчас нарисую несколько графиков. Вот смотрите, вот это вот он гребется. Ты начинаешь играть, где-то плавник, 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 да. А вот это вот, значит, Evo Online. Это хардкорная игра для ультразадротов, в которой, значит, ну, то есть если вы когда-нибудь играли, это такая примерно штука, в которой космические, значит, корабли бороздят, да, значит, и там, ну, это игра про битвы, значит, флотов. При этом, для того, чтобы построить большой корабль, нужно построить экономическую цепочку, значит, найти, как бы, стероидов. На стероидах сделать шахты нескольких разных материалов, построить логистические цепочки, построить заводы. На заводах построить корабли. Эти корабли нужны для того, чтобы, значит, как-бы overlapping такой район, там построить новые заводы. Для того, чтобы построить корабли побольше. Это как-бы человека года в игре, команды, нормальный менеджмент и так далее. То есть нельзя просто так вот взять и начать играть в игру. Ну примерно. А есть какой-нибудь StarCraft. Он вот такой. Вот ты как бы играешь, играешь, играешь. Это ты вот играешь. Ну он покруче, чем у ребят. Это ты играл в компанию. Ну в смысле с компьютером. А потом ты вышел и начал играть с чуваками. И у тебя вот тут произошла такая штука. Мы тебя здесь готовили. И всю дорогу, значит, у тебя, ну как бы, ну то есть ты можешь быть просто хардкорным чуваком. Значит, ты как бы вообще готов к такому. Ты тренировался на такое. Ты любишь хардкор. Тебе, ну ты вот это воспринимаешь как челлендж. Ну и весь твой предыдущий опыт говорил, что хардкор это круто. Ты хардкорный игрок. Либо ты игрок казуальный. А, как бы, значит, эти самые журналисты казуальные игроки. Они, ну то есть, ничто в жизни им не говорило путь, как бы, ну то есть, как бы, ищи сложных путей. Ломи в самую, как бы, там, не знаю, чащу. И, ну, и вот в этой истории у нас есть, ну, что-то штука по кореху, ну, собаку полную. И что-то маленькое сделал. Ну, тут прошло немножечко дальше, в зоне будущего развития, да, конфетку. Как бы, ну то есть, тут проблема в том, что конфетки вот здесь, конфетки вон там. Это ж капец страшно. Конфетки только вон там, а вот тут вот так вот корячатся.